Я предлагаю присоединиться к беседе нашего коллегу из Ирана, генерального директора информационного агентства ИРНа, господина Алей Надири. Мы очень ценим, что вы, господин Надири, несмотря на недавнюю трагедию, совет-катастрофу и гибель его президента Раиси и продолжающуюся кампанию выборную в вашей стране, всё-таки нашли время прилететь в Петербург. И ещё раз позвольте выразить вам, нашим иранским коллегам и всему иранскому народу, слова глубочайшего соболезнования. Ваш вопрос, господин Надири, пожалуйста. Сейчас скорбим о потере нашего президента, нашего министра иностранных дел и ряд администрации. Вы в своём письме действительно упомянули, что действительно было развитие отношения при господине Раиси. И это одна из заслуг нашего президента. Также вы указали на роль, которую играл господин Раиси в расширении двухсторонних отношений, а также региональных отношений. Вопрос, который я хотел бы вам задать, заключает в том, что ваше государство, ваша администрация для того, чтобы продолжалось расширение отношений с Ираном, какую планируют программу, в чём заключается, может быть, какие-то были достигнуты договорённости с господином Раиси, а также каковы перспективы Ирана и России в будущем. Спасибо. У нас развиваются хорошие отношения между Россией и Ираном, причём по очень многим направлениям. Мы и Россия, и Иран находимся под различными санкциями, под различными санкционными режимами. Меня, знаете, удивило, когда мы познакомились недавно с уровнем развития некоторых отраслей производства в Иране, меня удивило, как это нашим иранским друзьям удалось в этих условиях многолетних санкций сохранить такой высокий уровень производства по некоторым направлениям. Конечно, не по всем, но по некоторым это просто удивительно, но факт остаётся фактом. И у нас целый план совместной работы, у нас развиваются торговые и экономические связи. Конечно, очень бы хотелось, чтобы мы предприняли дополнительные усилия по направлению развития в сфере высоких технологий. С учётом этих ограничений это не так просто сделать, но можно, но можно. И мы, конечно, делать это будем. Что касается ушедшего из жизни в результате этой трагедии президента России, то хочу сказать, что у нас были с ним очень надёжные, хорошие и деловые отношения. Он был очень интересным человеком, он был серьёзным политиком, надёжным партнёром. Он был такой вот в отношении к быту немножко ироничным и с чувством юмора, с развитым. С ним было интересно поддерживать отношения, и интересно, и полезно. Потому что, повторяю ещё раз, если мы с ним о чём-то договаривались, можно было быть уверен в том, что эта тема, о которой мы говорим, не будет забыта. Значит, что всё обязательно 100% там решается, потому что не только от первых лиц зависит решение того или иного вопроса, но эта тема не будет забыта. И мы вместе с обеих сторон работали над совершенствами наших отношений. Но именно при президенте России Иран стал и членом Шанхайской организации сотрудничества, и членом БРИКС. И это всё-таки говорит о том, что мы двигались вместе в понятном направлении, прежде всего с точки зрения создания многополярного мира. И Иран играл и продолжает играть в этом, безусловно, очень важную роль. Единственное, что бы мне хотелось сказать, завершая свой ответ на ваш вопрос, это то, что мы очень надеемся на то, что всё, что было заложено президентом России в российско-иранских отношениях, всё это будет продолжено. Но больших сомнений у меня в этом и нет, потому что всё, что мы делаем, отвечает взаимным интересам. И мы знаем по устойчивости иранской государственности, о том, как сложена верховная власть в Иране. Мы знаем, что над развитием Ирана российских отношений думает не только президент и не только люди, которые его окружают, но об этом много делает для этого верховный руководитель, духовный лидер Ирана. Мы ждём, когда пройдут выборы иранского президента. И надеюсь на встречу с новым президентом Ирана на площадках международных мероприятий. Это и ШОС, и БРИКС. Уверен, что мы найдём общий язык и будем работать над реализацией всех планов, которые были намечены ушедшим из жизни президентом России. Продолжение следует...